МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновск. В студии Артём Петров. Здравствуйте. О главных событиях уходящей среды в нашем выпуске. Совершенствовать профмастерство, беречь и приумножать традиции беззаветного служения Отечеству. Это слова клятвы новобранцев пожарных отрядов. Сегодня ряды огненной профессии пополнили сразу 12 человек. Из мостовой сегодня эвакуировали свыше сотни людей. Паводок угрожает жизни. Благо, это лишь легенда учений. А вот как они прошли? Они уже победители, потому что у них есть главная, здоровая и счастливая семья. Лучшую молодую, золотую и сельскую семью выявляют на традиционном областном конкурсе. Итак, регион вступил в активную фазу вестиннего половодия. Самый опасный период таяния снега закончится 20 апреля. А пока все службы продолжают работу и ограждают население от ударов стихии. За действиями димитровградских специалистов наблюдал Павел Игнатьев. На пути к Черемшану быстроводная Меликеска преодолевает каскад прудов. Друг от друга их отделяют три гидротехнических сооружения. Они удерживают уровень воды и не дают ей выйти из берегов. С февраля месяца специалисты мониторят состояние плотин и регулируют спуск паводковых вод. Нет ли со стороны верхнего бьефа течи, со стороны нижнего течи интенсивного течения. Осматривается створ ГТС непосредственно проходимости воды. Осматривается шлюзовой отсек. Чтобы река текла свободно и без заторов, гидротехнические сооружения очищают от крупногабаритного мусора. Это и поломанные деревья, и сброшенные в воду отходы. Период активного половодия в регионе еще не закончился. Но уже сейчас специалисты отмечают, что уровень воды в реках остался в допустимых пределах. Паводок проходит без чрезвычайных ситуаций, в нормальном режиме. Каких-либо нанесенных ущерба имуществу и гражданам, как это было в 2018 году, в настоящее время не зафиксировано. Противостоять стихии общими усилиями, судя по всему, удалось. А вот ограждать людей от их же безрассудства еще только предстоит. Летом некоторым демитровградцам и трамплины не нужны. Любители острых ощущений ныряют в воду прямо с плотин. Такой экстрим смертельно опасен, говорят специалисты. Поэтому рекомендуют не испытывать судьбу и купаться только там, где разрешено. Павел Гнатьев, Денис Миронов. Вести Ульяновск из Демитровграда. В реках начала резко подниматься вода. Поселок Мостовая оказался сильно подтоплен. Пострадали 30 домовладений. Нарушенная энергия и газоснабжение срочно нужно эвакуировать 120 человек. Именно по такой вводной сегодня утром спасатели и сотрудники других ведомств отрабатывали навыки по спасению людей, которые оказались в зоне подтопления. Для того, чтобы доставить их в безопасное место, использовали плавсредства, альпинистское снаряжение, люльки и носилки. В учениях принимала вся территориальная подсистема РСЧС, то есть МЧС и полиция, и Росгвардия, энергетики, газовые службы. Все службы, которые привлекаются для этих мероприятий, они сегодня принимали участие. Замечаний по действию службы спасания города Ульяновска никаких нет. То есть все ребята справились на отлично. Практически отработали полностью, в полном объеме. После переправы через реку всех условно спасенных в сопровождении медиков и сотрудников госавтоинспекции отправили в пункт временного пребывания. А оставшиеся службы поехали тестировать систему отключения газа и энергосбережения. Отмечу, что это был второй этап всероссийских учений. В ближайшее время отработают и другие профессиональные навыки спасателей и представителей гражданской защиты. 12 новобранцев сегодня пополнили пятый отряд федеральной противопожарной службы. В музее пожарной охраны Симбирско-Ульяновска прошла торжественная церемония присяги. Олег Тюрин о людях с огненной профессией. Постоянно совершенствовать профессиональное мастерство, беречь и приумножать традиции беззаветного сужения отечеству. Не просто слова, а целое клятва и торжественное обещание сегодня связали юных новобранцев с людьми огненной профессии. 12 уже по праву действующих укротителей огня вступили в ряды пятого отряда федеральной противопожарной службы. Принятие этой присяги как-то способствует тому, что человек осознает, какую профессию он выбрал, ответственную за жизнь и спасение людей, что способствует более качественному исполнению служебных обязанностей молодыми сотрудниками. Среди руководства и близких напротив молодых сотрудников стоят уже ветераны пожарного дела. Как будто прошлое и будущее заглядывают друг другу в глаза. Только вторые уже с вершины большого опыта. Но даже после стольких лет все равно через призму ностальгии. Ведь сегодня еще и день советской пожарной охраны. Вчера мы только были такими же. Со мной даже в одной группе были краски пожарных силов Александр Николаевич полковник. А сегодня мы чуть-чуть постарше. Но ничего. Именно от них новобранцы получают и поздравления, и наставления. Среди тех, кто перенял противопожарный костюм, Максим Филиппов. Для него сегодня это уже вторая по счету в жизни присяга. После службы в армии он исполнил мечту многих мальчишек и стал пожарным. Эмоции, конечно же, положительные. Присяга для меня – это определенный рубеж. После которого начинается моя профессиональная деятельность в пожарной охране. Я наблюдала с восхищением. Я рада за своего сына. Я горжусь им, что он служит в органах МЧС, что он достиг чего-то. Я надеюсь, что он будет достигать дальше. Пока новобранцы отправляются в свой отряд для несения жизненной необходимой службы, сами огнеборцы готовятся уже к своему профессиональному празднику – Дню пожарной охраны России. Юбилейную дату – 370 лет с момента создания. Службы отметят 30 апреля. Олег Тюрин и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. 0-1 или 101 номера этих телефонов знает каждый. В апреле пожарная охрана отмечает свой профессиональный праздник. О пожарных, которые стояли у истоков службы. И о тех, кто несет героическую вакту сегодня. Разговор в программе «Тема дня». Смотрите сегодня на телеканале «Россия-24» в 21.00. Тема дня. Не пропустите. Узнать больше о родном городе и крае, познакомиться с достопримечательностями и просто получить удовольствие от увиденного – все это теперь смогут школьники благодаря образовательному проекту «Уроки краеведения». На неделю туризма первый маршрут уже опробирован. Антон Никитин продолжит. Согласно стратегии развития туризма, до 2030 года по всей России детский туристический отдых остается одним из приоритетных. Разработка маршрутов, которые можно интегрировать в учебные программы общеобразовательных учреждений Ульяновской области, началась в 2016 году. Сейчас таких направлений 23. Работали над ними как туроператоры, так и специалисты педагогического университета. Для маленьких детей, для начальной школы мы, конечно, подготовили экскурсии по городу. А вот уже начиная со средней школы, дети выезжают в муниципалитеты, они осматривают и природные объекты, и музеи в муниципалитетах, и знакомятся с географическим потенциалом, с историческим потенциалом нашего региона. Поэтому маршруты доступны не только для детей, которые проживают в городе, маршруты доступны для детей, которые также проживают в муниципалитетах. Накануне первая группа учащихся лингвистической гимназии и работники ульяновских школ впервые проехали по городскому туристическому маршруту. Посетили они театр кукол имени Валентины Леонтьевой и Чувашскую Симбирскую школу. Все в рамках экскурсии с многообещающим названием «Сказочное зазеркалье». В процессе экскурсии также можно познакомиться и с различными куклами, с видами различных кукол, потому что сказку можно не только послушать, почитать, но можно и посмотреть, посетив, соответственно, театр кукол, где при помощи кукол актеры воссоздают на сцене различные сказки. Я думаю, эта экскурсия будет интересна всем, и родителям с детьми, и только детям. Такая познавательная, интерактивная экскурсия. Экскурсанты заглянули в святая святых кукольного театра, в закулисье. Увидели, как устроен этот волшебный сказочный мир, откуда начинается звук, как работают актеры и технический персонал, и многое другое. В Чувашской школе ребята узнали, откуда берутся сказки, и какие они бывают в принципе. Каждому запомнилось свое, но мнение по поводу необходимости проведения таких экскурсий вполне однозначно. Мы были за кулисами, также мы были в музее. В музее мне понравились деревянные куклы, которые двигались сами по себе, с помощью механизма. Мы видели устройство, которое называется «Крокодильчик», с помощью которого поднимается занавес. Нам рассказывали про место, где находится свет режиссера, и звукорежиссера. Сколько я хочу ездить? Наверное, где-то один-два раза в день, точнее в неделю. Но и от уроков тоже отказываться не надо. Мнение всех участников промо-тура учтут в будущем, поскольку, как было отмечено уже на встрече после него, ничто не бывает идеальным с самого начала. Интересно, что эти экскурсии нельзя назвать просто развлекательными. Они являются своеобразным дополнением к школьной программе. Причем путешествия эти помогают лучше углубиться в такие предметы, как история, краеведение, география, биология и отчасти даже литература. Антон Никитин, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Областной конкурс «Семья года» вышел на финишную прямую. Сегодня в номинации «Многодетная семья» состязались 11 ячей к обществу. Как проходило соревнование и какие они лучшие семьи региона? Репортаж Эллы Шаховой. Красная красота, мы преображаем мир вокруг себя. Оранжевое солнце светит нам с утра. Счастья вам желаем и добра. Желтенький подсолнух, цыпленок словно пух. От счастья и восторга захватывает дух. Радуга у семьи Семагинах из Сенгелеевского района как символ их ячейки общества. Каждый цвет что-то дозначит. А по линии родохранительницы очага Ольги Семагиной есть традиция, которую она продолжила, выйдя замуж. Это осветить мир большим количеством лучиков своего солнца. Многодетность. А в случае с Ольгой ее же дети сыграли здесь не последнюю роль. У нас когда Любави было, наверное, три года, и она все упрашивала, мам, давай родим еще ребеночка. Я говорю, ну давай, иди папу уговаривай. Она к нему подходит, пап, давай родим третьего ребеночка. Он, нет, без меня. И она, ну мы сами родим. А он говорит, ну и пожалуйста. Ну вот, родился Тимушка, но с помощью папы. Потом вот Василина. Сейчас у Олега и Ольги Семагинах четверо детей. Семену в мае исполнится 15 лет, Любави уже 11. Тимофею 5, а Василине еще нет и года. Старшие занимаются кто спортом, кто творчеством. Большие помощники по хозяйству. Со временем в семье появились и свои собственные традиции. Мы с отцом ездим на рыбалку каждое лето, разбиваем там палатку, жгем костер, лещ, подлещик, карп, карась. Какие они бывают? Ну, большие. Покажи. Вот они. А потом кто их вам готовит? Как это? Привозите, что дальше? Ну, потом мы их приводим, коптим. И всей семьей едим. Каждый год мне мой муж дарит первые цветы подснежники. Этой традиции у нас уже лет 15, наверное. У него есть особенная полянка, на которой самые первые вырастают подснежники. В номинации «Многодетная семья», кроме Семагинах, соревнуются еще 10 ячеек общества. Большинство приехали из разных уголков нашего региона. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 275 ячеек общества. Из них были отобраны 38. Они и примут участие в финалах по номинациям «Молодая семья», «Золотая семья», «Сельская», которые пройдут в конце апреля. Показать себя в конкурсе – это, конечно, испытание. Но это красивое испытание. Когда семья сплотилась для достижения определенной цели, когда они могут показать себя во всей красе, когда каждый от малого до великого вкладывается в этот конкурс, это правда интересно и правда красиво. И сегодня у нас уже нет проблем с участниками. Конкурс «Семья года» в нашем регионе проходит уже в 15-й раз. Его победители отправятся на аналогичные состязания, только уже всероссийского масштаба. А вот у семьи Семагинах в планах пятый ребенок. Илла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Такой выдалась уходящая среда 17 апреля. Вести Ульяновска продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. До встречи. Ульяновцы, расскажите о своих героических предках во время прямой трансляции 9 мая на главной площади города. ГТРК «Волга» дает вам такую возможность. Наша телекамера будет расположена возле Дома правительства. Приходите до парада и расскажите о своих близких. Будет работать фотозона. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов мороза. В Ульяновске от 6 до 8 градусов мороза.